всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео падший с неба ну или это на значке более полное название его это иисус видел сатану спадшего с неба как молнию я подготовил соответствующую страничку на своем сайте христолюб.ру по-английски христолюб.ру рф по-русски можете набрать на него попадете страница так называется падший с неба с небес или с неба сатана ссылка на конкретную страничку будет в описании к этому видео все материалы все тексты которые мы с вами сегодня будем читать все там будут давайте я зачитаю краткое предисловие на место этого видео то что я сейчас видите черный экран и будет как раз это видео которое я пишу я видел сатану спадшего с неба как молния это слова иисуса в евангелие от луки который мы с вами сегодня будем рассматривать что означают эти слова христа о каком падении дьявола говорит иисус и когда она была и еще только будет а может быть и было уже и будет еще на самом деле ролик так я поэтому и тему назвал падший с неба сатана и хоть я назвал что и и сказал что будем говорить как бы только одной фразе иисус это не так давайте сразу переходим к моему маленькому предисловию и вы все поймете вообще в библии есть три места говорящие нам о падении духов это у иса и у пророка иса и и то есть в евангелии от луки слова слова христа и есть в откровении описано очень подробно достаточно даже да это место но давайте разбираться во всем по порядку и начнем с крыгоугольного камня иисуса христа и его фраза оставлю нам в 10 главе евангелия от луки 18 стих но прежде все обратимся к контексту той фразы о падшем сатане которую произнес иисус и посмотрим что она нам скажет еще раз теперь своими словами я здесь делаю пометки себе такие сейчас я очень много занимаюсь сайтом чтобы вам было все доступно все эти места можно было никуда со странички не уходить в принципе почитать сразу предупрежу ролик будет очень длинной потому что действительно разбирать мы будем как вы поняли теперь нет ни одно место от три места потому что в библии именно три места указывает на на подобные события в разных фразах в разных терминах но это три места это есть нас ветхом завете это пророк иса есть нас в новом завете ну или в евангелии есть нас книги откровения последних временах 13 главе тоже описано падение дьявола и трети духов до с неба мы с вами все эти места разберем поэтому видео конечно относится к ним ко всем если кто-то вам будет если вы сами не могли разобраться что это за места чем там идет речь вы сегодня все поймете если кто-то у вас спросит захотите поделиться милости прошу этим роликом этой страничкой где все будет подробно сегодня нами с вами разобрана мы с вами вы знаете как я не то что люблю контекст они просто необходимы чтобы понять смысл какой-то одного пару стиха который просто вырывает вот грубо вырывает даже из из речи там христа или неважно пророков из книги там у любой повествовательные приточные как там псалмы или еще что-то притчи соломона те же самые да это огромная ошибка всегда надо обращаться контекстом как минимум контекста и там речи допустим как более контекста эпизода какого там описано что происходит вообще что там что за событие кто с кем разговариваем какой разговаривает какой повод для этого разговора это все очень важно обязательно надо вникать в контексты обязательно надо видеть начало и конец то до этого всего контекст этого эпизода более того все конечно рассматривать не только через призму там этого маленького контекста более глобального контекста того же самого евангелия того что сам уже более крупного завета более крупной библии а в оконцовке все мы воспринимаем через призму истиной любви свободы и жизни сегодня нам достаточно будет достаточно небольших контекстов ну как я вам сказал мы в принципе прочитаем очень много глав сегодня в разных местах я покажу все эти параллельные места специально это будет дело для вас чтобы вы никуда просто не обращались и спокойно могли заниматься своим делами домашними рабочими еще чем ты слушать мой ролик я стараюсь всегда крупный текст у вас на экране тоже показывать по возможно чтобы если что могли что-то с экрана почитать но всегда как игру вы можете обратиться непосредственно на сайт и там уже конкретно все посмотреть почитать поизучать по исследовать вот плюс я тут начал недавно новую технологию применять я стал такие скрывать блоки можно раздвигать чуть больше контекст посмотреть если нужно но чтобы на экране бывало все видно какие-то пересеченные места параллельные я стал тут кое-какую фишку применять вот поэтому вы можете непосредственно обращаться к текстам и прямо изучать там это как я вам сказал начинаем со фразой иисуса христа с нашего краеугольного камня который есть основание всей мудрости и обращаемся мы сами к луке к десятой главы на самом деле стих у нас этот с вами расположен в 10 главе какое занимает место 18 стих я вам на сегодняшнем очередном примере покажу что конечно же читать мы обязаны с какого с первой стиха вот то что я вам показал у меня есть скрытые раскрывающиеся блоки можно скрывать можно раскрывать и закрывать и читать побольше я вам в частности сейчас много читать не буду но давайте мы начнем все-таки 10 главу с 1 стиха чтобы понять вообще о чем разговор после того как избрал господь иисус и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место куда сам хотел идти и сказала жатвы много а делатели мало и так молите господина жатвы чтобы выслал делать или нажатую свою с вами уже видим контекст что иисус оказывается посылает 70 учеников своих на проповедь а на самом деле мы обратимся контент чуть побольше уже начнем там с 9 главы читать то мы узнаем что помните иисус сначала избрал 12 апостолов потом вот еще 70 и посылает их на проповедь у меня скрыта вся речь иисуса она в сегодняшнем для раскрытия сегодняшней темы сейчас не имеет никакого смысла вы можете захотите и сами прочесть ну как чтобы вы видели откуда все начинается с 10 главы как вы видите даже иллюстрацию добавил чтобы было видно что начинается обязательно то есть оставили не скрыты что контекст 10 главы 18 стиха которому посвящена сегодняшнее мое слово моя проповедь начинается на обязательно с 10 главы именно с первой стиха как минимум не можете с 9 взять где вообще посылаются ученики на проповедь это очень важно потому что в принципе и к тем ученикам это относится в том числе поэтому я говорю можете взять побольше можете взять поставить на паузу или во время моего видео или после и прочитать хоть с 9 главы там еще кое-что есть но все-таки самое важное понять что иисус посылает 12 учеников на проповедь потом еще 70 да так что же происходит дальше уже мы с вами перед мы с вами перелетаем эту речь иисуса где он наставляет подбадривает дает свои повеления заповеди ученикам как себя вести что делать из 17 стиха мы с вами читаем 70 учеников эти возвратились с радостью по проповедовав царство божие и говорили иисусу господи и бесы духи тьмы повинуются нам об имени твоем так и что же отвечает им иисус как раз иисус отвечает я видел сатану спадшего с неба как молнию вот эта фраза это это цитата христа который мы с вами сегодня прежде всего будем разбирать я сейчас прежде чем свой комментарий зачитать давайте мы здесь уж зачитаем всю речь христа да иисус говорил я и сказал им я видел сатану спадшего с неба как молнию вот я даю вам власть наступать на змей и на скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит вам однако же тому не радуйтесь что духи злые духи повинуются вам но радуйтесь тому что имена ваши написаны на небесах имена на небесах учеников христовых каким образом могут быть только написаны святой жизнью святой жизнью в добре в любви ко всему божьему творению ко всему миру нас окружающему я вам лишь чуть-чуть прочитать чтобы увидели что все что дальше написано я тоже скрыл блоком вы можете все это раскрыть почитать если вам интересно можете вернуть девятую десятую главу от евангелия от луки перечитать вам вредно не будет в тот час возрадовался иисус духом и сказал славлю тебя очень господи небе земли что утаил это от мудрых и разумных открыл младенцам да очень бы таково было твое благоволение то есть можете дочитать как увидеть что это большой такой эпизод то есть в принципе вернук а если так грубо сказать то есть это вся здесь как минимум десятую главу обязательно надо прочитать давайте мы с вами еще раз теперь посмотрим с моими комментариями о чем же говорит им иисус мой комментарий таков говоря падение саданы в прошедшем времени ведь иисус говорит я видел и многие притыкаются на этом месте и думают что мы с вами сейчас потихоньку будем переходить к этому что известное место в книге даниила пророка ой простите в книге пророка исаи о том что там деница сын зари упал с неба иисус говорит именно об этом воспоминает именно то место это огромная ошибка мы с вами сегодня обязательно это место конечно же разберем параллельное место и увидим что это вообще к дьяволу никакого отношения имеет я заранее даю до отсылку к этому но у нас есть и будущий момент книги откровения где будет описано действительно падение дьявола прям настоящего дьявола духа злобы после войны на небе и третий ангелов который не спадет в то же самое время вместе с ним почему иисус говорит в прошедшем я бы если бы он сказал в будущем было бы понятно что нас отсылает книги откровения но иисус говорит в прошлом и многие соблазняются есть кто я бы сказал более здраво толкует и в общем то это и есть правильное толкование практически правильно если они не присовукупляют сюда плоть я сейчас объясню что я имею ввиду если они подразумевают то падение которое было до грехопадения адама и евы дьявола если подразумевает духовное падение они правильно толкуют о чем я сейчас расскажу если они говорят о неком каком-нибудь телесном падении дьявол ибо дьявол как и все духи имеет плоть точно такой же как и мы с вами пусть немного отличную но тоже плоти Давайте я зачитаю свой комментарий и более подробно еще скажу об этом Говоря о падении сатаны в прошедшем времени, Иисус подразумевает его духовное отпадение от добра, от Бога, от любви Но также предсказывает нам его телесное низвержение с неба, описанное в 13 главе книги Откровения, которую он созерцает вне времени Мы еще к этому вернемся Обратите внимание, всегда, вот после того, как Иисус говорил, что он видел сатану, спадшего с неба Вот вырывают, вот заметьте, на экране вы видите, всегда у меня речь Иисуса в Евангелии и речь Бога в Библии, в Ветховых книгах Ветхая Завета, она всегда таким оранжевым цветом солнца, огня горящего Вы видите, что если просто вырвать стихи, хотя бы не прочитать, даже вот то, что написано, хотя бы Это просто ужасно, потому что люди начинают влагать в те смыслы в речи Иисуса, которые просто не существуют Да, мы можем что-то прибавить, так скажем, если мы, вот как мы сейчас будем рассуждать, что в принципе Иисус нам тонко намекает или не тонко И о будущем, конечно, да, но прежде всего он действительно говорит о прошлом Но о чем он говорит? О каком падении сатаны? Мы же видим с вами еще раз контекст Иисус посылает учеников на проповедь, дает им власть даже над духами злобы, изгонять их из человека, посылать их в бездну Но они прибегают и говорят, слушай, Иисус, все работает, как ты сказал, нам и духи повинуются, мы о какие! Мы же видим контекст, они радостные прибежали Иисус им говорит, чтобы они не этому радовались Потому что он видел и сатану, спадшего с неба, у которого была огромная власть Сила, могущество, красота Так еще раз, давайте прочитаем теперь все вместе, вот так, без разрыва Итак, что им на это Иисус отвечает, когда они радостные прибегают, рассказывая ему, что действительно и духи им повинуются Злые духи им повинуются Я видел сатану, спадшего с неба, как молния Вот даю вам власть наступать на змей, на скорпионов Ну или дал вам власть, да? Они же уже пришли Не забывайте, что мы читаем конкретные переводы, в частности, на дальние И на всю силу вражью, и ничто не повредит вам Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются Но радуйтесь тому, что ваши имена написаны в небесах То есть очевидно, из прочитанного, что Иисус, вспоминая падение дьявола, не имеет в виду его физическое падение Здесь Иисус, давайте я прочту теперь свой комментарий Из слов выше очевидно, почему Иисус вспоминает именно духовное падение дьявола в прошлом А не телесное в будущем, которое мы с вами сегодня обязательно рассмотрим, вспомним из 13 главы книги Откровения А не телесное в будущем, потому что цель его наставления Вообще смысл того, что сейчас мы с вами прочитали, Иисус нам влагал в уши Это предостережение учеников от впадения или падения Куда падение-то? И какое падение? Духовное падение в гордость от той власти, которую они получили, чтобы творить добрые дела Неужели это непонятно? Вот для меня очевидно Иисус дает им власть по плоти, да, и говорит, чтобы эта власть по плоти не привела вас к падению души К уродству души Посмотрите на всех современных каких-то экстрасенсов Или даже религиозных, в том же псевдо-христианстве каких-то экзорцистов Батюшка, который властью данной мне прощает, разрешает грехи, изгоняет бесов Смотрите, в какой прелести они все, основная масса пребывает Им туфли, руки, ноги, сапоги целуют Ничего вам не кажется, да Что делает власть человеком? Разве мы видим, о чем Иисус говорит? Конечно, мы видим Разве мы не видим, точнее, конечно, видим Иисус говорит, и здесь не важно сейчас даже Что он сам власть дал над духами И вот ты как бы им не уподобься Здесь читай, сквозь строк Иисус Мы знаем с вами теперь контекст Евангелия Не важно, какой властью ты будешь обладать Пусть даже не какой-то сверхъестественной Человек в этой жизни может обладать большими деньгами Большими связями, большими возможностями Большими талантами Быть великим певцом, творцом, чем угодно Писателем Я говорю, занимать высокий пост То есть обладать властью над человеком какой-то Занимать какой-то высокий пост в конкретной организации Или еще что-то Иисус предупреждает, смотрите Чтобы власть ваша не была погибелью для души вашей Вот и весь контекст Именно поэтому мы понимаем, что Иисус здесь говорит Не о телесном падении дьявола А о каком? О духовном падении Его отречении от добра, от Бога, от любви Давайте я еще прочту кое-что, что я написал Ну, в общем-то, о чем я вам говорю Потом в перемешку я читаю, чтобы В принципе, перечитывать свои памятки для вас Повторение учения И я, чтобы ничего не забыл Вообще о сотворении духов и их падении В канонических книгах Библии нам ничего не оставлено О сотворении духов и их падении Нам ничего не оставлено То есть мы по порядку с вами начинаем читать книг Бытье Потому что действительно, мы же ссылаемся с вами на какое падение Вот я теперь вам прямо говорю, что здесь Иисус подразумевает Его духовное падение какое Давайте я сначала дочитаю, а потом еще своими словами скажу Есть немного в апокрифе книга Еноха Кому кто известный, у меня тоже есть зачитанная на канале Христолюб, чтение библийных писаний Можете там ее вместе со мной прочитать с моими комментариями Но там много неудобоваримого Поэтому мы сегодня даже к ней обращаться не будем Да и не такого цель нашего сегодняшнего ролика Чтобы столько охватить, мы и так с вами сегодня будем Очень много чего читать, смотреть и говорить Подробного описания творения мироздания человека У нас тоже нету Кроме бытия, да, книги Ветхого Завета Но все же того, что нам оставлено вот в этой самой бытие Вполне достаточно для понимания сути вещей Творение, грехопадение Пусть кратко и в образах, но все-таки описано в бытие В первых главах И смысл нам донесен Кто их читал, тот прекрасно понимает, что в принципе Если сначала тоже все кажется очень непонятным То с годами христианской святой жизнью Алчбы и жажды познания истины Писания, изучения его Все открывается человеку А о духах мы можем лишь заключить то Зная о том, что в бытие Первая, вторая, третья главы Нам описаны и сотворение мира, и человека И что и его грехопадение В частности, вся третья глава Книги бытия ему и посвящена С кого началось это грехопадение? С чьей подачи? Самого дьявола Помните, как сатана обольщал Еву И она потом обольстила Адама То есть мы все это с вами знаем А о духах мы можем лишь заключить то Что они сотворены, а некоторые из них Духовно пали прежде сотворения человека И в допотопном мире духи и люди Жили в одном, видимо, мире Вы помните, это есть и в бытие Там, правда, кратко и в образах Но вот в книге Енох Конечно, есть достаточно подробностей Мы сегодня с вами не будем все Естественно, обращаться Хоть мы сегодня к разным вещам Может, к кому-то по каждой же лишним обратимся Но к книге Енох Я сегодня точно не буду обращаться Вот То мы с вами знаем, что Бесы стали, так называемые, падшие духи Стали заниматься сексом С женщинами человеческими И у них стали рождаться исполины Вы знаете, все это описано Сильные, издревле славные люди Как это написано Поэтому это все, что мы с вами знаем Что они были падшими Что прежде, чем стали входить Сам дьявол совратил Еву То есть мы все это с вами знаем То есть это было до А что было до? Где это написано? То есть мы уже факт Мы уже видим дьявола падшего Он же Еву соблазняет Скушать запретный плод Сорвать и скушать Но мы же не видим всю его историю Сотворение духов Нам даже в днях творения не описано Когда конкретно были ангелы сотворены Это очень важно И ничего подробно не описано Об их падении Для нормального человека Христианина Это живой показатель Так очень хорошая От того, что просто есть пределы положены И за них заглядывать не стоит Раз нам ничего не оставлено Нам оставлено достаточно Бог оставил нам записочек С помощью которых мы идем В небесное царство любви Посредством чего Пребывающий в любви Пребывает в Боге И Бог в нем Ко всему Божьему творению К растительному миру К животному К людям И к тем же самым духам Не желая им зла Вот и все Так что мы с вами очевидно видим Что Иисус нас отсылает Конечно Куда-то туда Пусть нам Пусть нам само грех падения Самого главного ангела тьмы Не описано И всего этого Всех тех духов Но это очень важно И еще Я здесь не просто так обратил это внимание Хочу, чтобы вы это тоже поняли Падением Вот здесь написано С неба Надо не путать Что после потопа Так называемый мир Разделился на два мира Тонкий и грубый Это очень важно В прообразе того Что Бог и человек Одел в шкуру того животного Которого он убил Адаму с Евой Чтобы они помнили Тот грех убийства Который они совершили Убив несчастное животное Сожрав его труп Естественно Был как бы одет И весь мир в прообразе Потому что человек Это весь мир создан По образу и подобию человека Мы есть вся вселенная Да Как и мы созданы По образу и подобию Бога Который есть всячески во всем Это очень важно И с того времени После того Как после потопа Мир был разделен И стал тонкий Так называемый мир И грубый наш мир Это не значит Что ангелы стали невидимыми И так называемое небо Нет Оно не стало Оно называется небом Только потому что Оно якобы легче Якобы Так скажем Ну детским языком Вам выражаться Ближе к Богу Вот и все Если за этой стеной Сзади меня Кто-то есть Но я этого не вижу Это не значит Что там никого нет Это очень важно Сейчас для нас Просто мир разделился И мы мир духов Просто не видим Он такой же существует Такой же реальный В нем все то же самое Можно сказать происходит Такая же жизнь Да Но он от нас закрыт То есть доступ Духов и человеков Сначала мы были В Эдемском саду В раю И по земле По всему лицу земли Были вместе Жили на одном земле Мы были видимы Да Демон спокойно Люцифер Спокойно общался С Евой Да Напрямую Она его Видел Он его видел Хоть нам и образ Что он был змеем Он не был конечно Змеем Люцифер Это не змей Да Сатана Как его называют Дьявол И он был Естественно Не змеей А кто знает Кто изучал Библию Все ангелы Выглядят точно так же Как люди Нет у них никаких Ни крыльев Ничего Вот Они точно такие же Как мы Именно поэтому Во всей Библии Все кто их видели Кому они открывались Воспринимали их Всегда за человека Принимали Вот И только после Каких сверхъестественных Там событий Слов Явления силы Люди убеждались Что это ангелы Это очень важно Понимать Вот И поэтому Я сейчас не просто Так все это говорю Это очень важно Сегодня Да И поэтому То место Которое сейчас Называется небом Это то же самое Что мы сейчас С вами живем В нашем Так скажем Мире Ангелы живут То есть так же Правильно В своем мире И доступ К нашему миру Только происходит С попущения Божьего Это четко видно Через книгу Кого Иова Через книгу Иова Мы понимаем Что произошло После потопа Доступ Духов Неважно Добрых ангелов Или злых К человеку Особенно Видимым образом Осуществляется Только с разрешения Божьего Только Ну По детски Конечно Вы можете воспринимать Что Бог всем Команды раздает Нет Это все происходит Бог всячески Во всем Созерцает всю Вселенную Это не описать Словами Но это так По книге Иова Кстати Именно таким же Детским образом Где и сказано Как там Обходят всю землю Ангелы Бесы Приходят к Богу Что-то ему Рассказывают Вы помните Все это Но нам Нам смысл Через книгу Иова Донесен Каков мир Каков мир После потопа Ее к сожалению В неправильном месте Расположили Да Книга Это После потопа Но Она Прямо Сразу После потопа Ее к сожалению Слишком далеко Там Расположили От Книги Бытия Это неправильно Конечно Вот Так что Так вот Это очень важно Тоже понимать То что мы Сейчас с вами Плавненько Перейдем К 13 главе Но я вам Хочу сегодня Может вам покажется Не совсем уместно Но все таки Я хочу вам Прям На живую Прочитать тоже Вторую Восьмую главу Евангелия Тана Вы сейчас поймете Почему Это тоже очень важно Что перейти к 13 главе Книги Откровения Давайте сначала Мой комментарий Это где Как бы Авраам Вы помните Иисус сказал Что Авраам Увидел Иисуса Увидел и возрадовался Давайте Я быстренько Прочитаю Может быть А потом Просто напомню вам Чтобы вы Сами Не утруждали себя Я для вас прочитаю Что Иисус Бог Потому что Чтобы понять 13 главу Ведь 13 глава Книги Откровения И книга нам рассказывает О последних временах И чтобы понять Что Иисус нам Плавненько Или так кратенько С намеком Говорит да Что я вам говорю Конечно же В прошедшем времени О Падении дьявола Духовном Но Я вам точно так же Намекаю О телесном падении Его в будущем С неба Да Это очень важно Вы скажете Ну как же Иисус его видел Он что будущее видит Конечно видит А когда Очень часто Книгу Откровения Называют неправильно Откровением Иоанна И тем более Богослова О чем нам Абсолютно неизвестно Нам известно Что это книга Некого Откровения Иоанна Богослов он или нет Мы не знаем с вами Но если мы внимательно читаем Вообще-то книга Начинается Что это Откровение Иисуса Христа Это очень важно Так если это Откровение Иисуса Христа О будущем Как Иисус Христос Знает Что будет Что будет В конце Что было И что было От начала Конечно же Он все знает И все созерцает В мгновение ока Давайте сначала Мой кратенький комментарий Что Иисус Бог Созерцает все Вне времени Нам очень хорошо Демонстрирует Его очередной Спор с Иудеями Где Иисус утверждает Что давно Умерший Авраам Был очень рад Его увидеть Как видите Дело даже не в том Что Иисус Что Он там созерцает Понять что Он Бог Это тоже очень важно Конечно же Я вам сегодня Не буду целую тираду И проповедь Говорить о том Что Иисус Бог Как раз Вот это вот видео Я скоро Я планирую У меня есть плейлист Соответствующая страница Иисус Христос Бог Я еще Это видео Там уже есть Конечно Несколько видео Несколько материалов Но я вот планирую Как раз сейчас По Аврааму Вот это писать На момент записи Это вроде Ролика Она просто нет Я уже подготовил материал Вот может быть Даже после этого видео В принципе Буду писать Вот И сегодня просто у нас Вы можете в будущем Обратиться к этой странице Пожалуйста Но сегодня Я просто хочу прочитать Просто может быть Никто этого никогда не слышал И не вчитывался Это очень важно И поэтому я хочу Просто это сделать для вас Причем достаточно кратко Тут у меня тоже есть Скрытые блоки Я в принципе Для вас их читать не буду Я лишь напомню Некоторые стихи Вам я рекомендую Восьмую главу прочитать Или хотя бы на этой странице Если вы сейчас будете находиться Тут я говорю Как всегда Вот видите Есть скрытые блоки Теперь я стал так добавлять Я прочитаю суть А вы можете прочитать целиком Хотя она тоже Даже не с начала А всего с 28 стиха Но я вас уверяю Что если вы прочитаете Всю восьмую главу Евангелия Тана Тоже вы ничего не потеряете Даже приобретете Вообще я считаю Что Евангелие Читать Лишнюю главу захватить Это никогда вредным не будет Я сомневаюсь Что многие читают Его там прям Захлебом А я вам прочитаю Совсем немного Тогда сказали Иисусу Кто же ты? Это было после того Как он исцелил Лежачего много лет У купальни Силаам В Иерусалиме Иисус ответил им От начала сущие Не соблазняйтесь На сказке Или вы можете Где-то услышите Что якобы Там какие-то переводы Неправильные Все переводы Говорят именно так Иисус прямо Объявляет себя Кем? От начала сущие Сущие существующие То есть я существую От начала То есть я есть Там то же самое Что сказано Как Моисей спрашивал Помните Бога Кто он такой В пустыне спрашивал При горящем кусте Бог им ответил Я просто есть Я есть Я есть сущие Это вот это Я есть Я есть И читается Как я сущие Я существую Или я просто существую Я просто есть Я всегда был Есть и буду От начала сущие Как и говорю вам Много могу Говорить Судить Говорить И судить О вас Но пославший Меня Есть Истинен И что Я слышал От него То и говорю Миру Не поняли Им Что он Говорил Об отце Я еще Очень много Пропускаю С 27 Сейчас 52 Стих Сразу идет Иуде Из контекста Даю слово Его Авраам Отец ваш Рад был Увидеть День мой И увидел И возрадовался На это Сказали ему Иудеи Тебе нет Еще 50 Лет И ты Видел Авраама Иисус Сказал им Истинно Истинно Говорю Вам Прежде Нежели Был Авраам Я Есть Я Есть Я Уже Существовал Я Существую Нужно Еще Добавлять Кто С этим Не согласен Я Зачитаю Последний Стих После Того Взяли Камень Чтобы Бросить На него Но Иисус Скрылся И вышел Из храма Пройдя Посреди Них И пошел Далее Если Вы С этим Не согласны Иисус Могу Еще Вам По памяти Дополнить Слова Христа Кстати Недалеко От этой Главы Он сказал Что Я Не буду Вас судить Слово Мое Будет Судить Вас Всякие Отрицающие Что Христос Бог Есть Кто Антихрист И Каждый Получит По делам Своими Не потому Что Иисус Требует Себе Славы Нет Потому Что Вы Никогда Не Придете К Отцу К Понятию Сегодня Мы С Вами Не Будем Тут Надо Более Подробный Контекст Есть Блоки Скрыт Как Я Говорю Есть У меня Отдельный Плейлист Кому Интересно Даю Отсылку Найдите Мою Страничку Иисус Бог И Плейлист На этом Канале Соответствующий Точно Так же Называется Иисус Христов Бог Более того Я там Конечно Только Начинаю Там У меня Далеко Не все Материалы Потихоньку Я буду Там Тоже Все Места Из Библии Говорящие О том Что Иисус Бог Показывает Но Я Сегодня Решил Почитать Заметьте Мы Грусь Сейчас Мы Глубоко Не будем Вдаваться Во-первых Иисус Авраам Увидел Не только Христа Он Увидел День Его А Какой Это День День Его Явления Израилю День Второго Пришествия Когда Он Увидел Или Он Увидел Тогда Когда Он Умер И Где Там Увидел Христа Так Христос Кто Кто Иисус Христос Которого Он Увидел Увидел И Возрадовался Я Просто Хочу Вам Чтобы Эти Моменты Вы Понимали Так Что Для Иисуса То Что Происходит В книге Откровение Которое Потом После Своего Первого Пришествия Всех Евангельских Событий Когда Его Казнь Когда Он Воскреснет Вознесется Обратно Туда Откуда Пришел Где И был Прежде Во Веки Веков И дал Откровение Некому Иоанну Для Него Все Это Одно Мгновение Один День Бог Видит Все Вне Времени Очень Важно Поэтому Конечно Место Где Иисус Что Он Видел Сатану Падшего С неба Мы Спокойненько С вами Применяем К 13 Главе Книги Откровения Которые Мы С вами Сегодня Сейчас И Переходим Которые Хочу Для Вас Зачитать Кроме Духовного Падения Дьявола В начале Творения Мира Который Мы С вами Сегодня Поговорили Иисус Нас Туда Отправляет Хоть Мы Точно Не Знаем Когда Оно Произошло Как Он Прямо Богу Сказал Что Ты Никто Я Все Кому Он Может Какому Ангел Что Ни Плох Сделал Мы Знаем Что Он Уже Был Падшим Когда Соблазнял Еву Кроме Духовного Падения Дьявола В начале Творения Мира Иисус Видит Его И телесное Падение Во мгновение Ока С неба Видит Его Телесное Падение С неба После Окончания Войны На Небе Которая Описана В 13 Главе Книги Откровения Что Непременно Сбудется В свое Время Давайте С вами Прочитаем Совсем Немного Будем читать И я Гру Так как Я надеюсь Вы все-таки Тоже Уяснили Что Конечно Слова Христа Которые Мы Разбираем Можно Было Сегодня Ничего Не Разбирать Я Просто Хочу В одном Ролике Сделать Такое Глобальное Исследование Всех Мест Потому В принципе Иисус Говорит О Прошлом Может Скаж Ну Мы же Видим Иисус Сказал О Прошлом А тут О Будущем Можно Было Бо Сюда Этот Момент Не Присовокуплять Я Хочу Присовокупить Я Считаю Это Правильным Как Видите Присовокупил Место О Как Авраам Видел Иисус Это Очень Важно Все Понимать Заодно Вкрутить В этой Проповеди О том Что Иисус Бог Вы Знаете Я Всегда Стараюсь Истину В каждом Ролике По Полноте Озвучить Как Это Можно И По Воскресенью Вам Сегодня Напомнил Мало ли Кто Попадет На Это Видео 13 глава Мы Сегодня Всю Зачитать Не Буду Здесь Я Вам Кусочками Зачитаю Я Сказал Что Мы Столько Много Глав Прочитаем Действительно Нам Еще Предстоит Около Пяти Глав Прочитать Просто Как Раз Очень Большое Соблазнение Причем На Таком Притыкании На К сожалению Элементарных Вещах Это Как Раз На Исаи Пророка И Поэтому Здесь Мы Сегодня Не Будем Кому Интересно Можете Обратиться Непосредственно К разделу Апокалипсис На моем Канале Книге Откровения В частности Все Это Почитать Посмотреть Поэтому Я Просто Зачитаю Причем С Пропусками Как Всегда Потому Что Там Большая Сначала Идет Образное Описание Такое А потом Более Конкретное Мы С вами Просто Прочитаем Это Третий Стих Тринадцатой Главы И Другой Знамень С третьего Стиха Третий Четвертый Четвертый Читаем Сначала Такой Образ Кто Помнит Я вижу Такое Знамение Жена И Дракон И В частности Вижу Жену Точнее И Второе Видение Дракона Ну Я картинку Подобрал Как бы Сразу Но Жене Мы Читать Не Будем Нас Сегодня Это Не Интересует В рамках Это Видео И Другое Знамение Явилось На Небе Ну Помимо Жены Он Увидел Хотящий Родить И Он Видит Другой Знамень Вот Большой Красный Дракон Ну Кто Знает По Книге Откровения В Двадцатой Главе Будет Прямо Сказано Что Этот Хвост Его Увлек Ну И Как раз Это Хорошая Картинка Самая Удачная Где Видно Как Хвостом Дракон Третья Звезд Сгребает И Хвостом Его Увлек С неба Третью Часть Звезд И Поверх Их На Землю И Более Подробное Далее Идет Описание Там Опять Переходит Мысль Контекст На Деву На Деву Все Ремен Путаю Тоже Вот Вы За мной Следите А то Я На Жену Это Очень Важно На Женщину Не На Деву Девой Называется Обычно Невеста Христова Там Жена Женщина Вот И Седьмого Еще Стиха С вами Прочитаем Седьмого По Девятый И Более Конкретно Описано Как Это Было Как Он Увлекал Там Не Он Увлек А Его Увлекли Ему Помогли Увлечь Самому Увлечься И Увлечь Третью Часть Звезд Звездами Написаны Конечно Это Духи Когда-то Светлые Которые Стали Темными И Произошла На Небе Война Михаил Архангел Так Называем Начальник Светлых Духов Михаил И Ангел Его Воевали Против Дракона И Дракон И Ангел Его Бесы Уже Воевали Против Них Но Так Я не просто вам Сегодня напомнил Не напомнил Может кому-то рассказал Кому-то напомнил Еще раз То есть мы с вами Теперь видим Что есть Есть небо Есть бездна Вспомните Когда Иисус Изгонял Все время Вот этих Духов Нечистых Из людей Вы помните Что они Прямо Переживали Боялись И умоляли Христа Не посылать Их в бездну Это очень важно То есть Сейчас Духовный С вами мир 17 декабря 2022 года Есть так называемое Небо Это просто Тонкий мир Между которым Как Иисус говорил Про другое Вы помните Когда будет Великое разделение Что от нас К вам не переходит И сейчас Все равно Сейчас можно Конечно И люди вмешиваются В мир Духов Колдуны Маги Есть неправедно Вмешивающиеся Есть праведно Вмешивающиеся Кому дана Власть Как Иисус И ученикам Давал Изгонять бесов Но в принципе Наши миры Конечно Максимально Между ними Есть грань И только По-детски С повеления Божьего Как в Иове Описано Приходили С Богом Разговаривали Помните Даже сам дьявол Об Иове Говорил Что вот Ты там В руку его взял Ну и помните Все это Это все конечно Описано по-детски Но смысл Мы понимаем Что Бог контролирует Сейчас это И действительно Мы видим Что мы не видим Духов Вот так вот Прям целыми днями Вокруг нас Шастающих И доступ О них нам Имеет Такой Скажем Только позволительный И более того А еще и После Евангельских Всех событий У христиан Есть власть Наступать И попирать Всю силу Вражью Мы видим с вами Там опять же Вот именно Мы с вами видим Что Иисус Подразумевал Конечно же Вот там Когда мы даже дальше Читаем вот эти слова Христа Ведь там же Духовное наседание Прежде всего Должно быть Да я вам дал Власть Действительно Их изгонять Уж тем более Ты можешь Из другого человека Изгнать То есть связать его И в бездну Отправить Да То уж тем более Ты над собой Имеешь власть Да Иисус говорит Поэтому я даю вам Власть Какие бы соблазны Не были Противостоять Всей силе Вражь И вы помните Потом уже апостолы Все Христа И писали Бес восстанет на тебя Бес вернее Будет там тебя мучить Восстаньте И убежит от вас Вы помните Как Павел пишет Это очень важно Да Чтобы мы отражали Там стрелы лукавую Потому что у нас все есть Для этого Возьмите Щит спасения Меч духовный Который Слово Божие Да То есть мы с вами У нас есть прямая власть Мы спокойны Более того Такие прекрасные слова Как я говорю Противостаньте Убежит от вас То есть мы действительно Имеем духовную власть Не грешить Человек который хочет По-настоящему не грешить Который хочет Жить в добре Жить в любви Спокойно это делает И ему до лампочки Все эти дьявольские Наговоры Пусть с какого плеча Ему все это до фонаря Потому что он любит И хочет пребывать в любви Чтобы Бог пребывал в нем И он в Боге И он от этого сам счастлив Ему что он там Хоть там пусть Обговорится Ему все это до лампочки Да И низвержен был великий дракон Древний змей Называемый А ну даже здесь Я вам говорю про другую главу Ну и здесь сказано Как вы видите Еще раз будет сказано В 20 главе Да Что этот великий дракон Красный семью Головаем десятью рогами Это древний змей Древний Все тот же самый Который Еву соблазнял Написано Тот же самый Древний змей Поэтому у нас отсылка К первой главе Как мы с вами видим Ну к третьей главе Где описано В книге бытия Где описано Грех падения Называемый Дьяволом и сатаной Обольщающий Всю вселенную Низвержен на землю И ангелы его Низвержены с ним Не в рамках Сегодняшнего видео Говорить там Как он будет Низвержен Хотя я вам скажу До конца Утверждать мы не можем Хотите мне Закрыто Я не знаю Может если вам открыто Напишите в комментариях Все таки Духи злобы Когда будет Низвержен на землю Вот это Что здесь подразумевается Они реально будут видимы Как мы видим Они не раз Бог попускал Когда духи злобы видны Видны Или Ангелы появляются людям Или все таки Подразумевается Что у них просто Полный доступ к человеку Будет То есть вот это Вот то что Иисус держал Раньше Бог держит дьявола На поводке Так как Есть такое выражение Да И он будет отпущен Так скажем В полную власть Это все в последние времена Где там Царство Антихриста Все понимаете Мы же контекст с вами читаем Мы же с вами читаем 13 главу книги Откровений Вот Или он реально будет видим Об этом у меня есть Другие видео Естественно В рамках чтения О книге Откровения О последних временах Поэтому сегодня Мы с вами Эту тему Разбирать не будем То есть мы с вами Видим Что реально Такое падение будет Как мы видим Слова Иисуса Сюда Идеально подходит Я видел сатану Во-первых У меня вопрос Просто к тем Кто утверждает Что Иисус Видел телесное падение Так он что Два раза с неба упадет Я вот еще к чему Когда я Подкалывал Ну в хорошем смысле Подкалываю Задаю наводящие вопросы Заводя человека Самого в тупик Да Потому что со мной Великая депутация У меня вот именно Этот ролик Такого еще не было Я все это знал Приходилось Конечно Чем больше я роликов Записываю За свою жизнь Уже За 7 лет служения Конечно Мне сейчас проще Я делюсь просто роликом Хочешь смотри Хочешь нет Я все ответы даю Вот именно поэтому Я такие глобальные делаю Да Поэтому как я говорю Казалось бы Казалось бы Книга 13 глава Может не совсем связана Да Иисус говорит В прошлом Я говорю Если Иисус говорил И вы утверждаете Что это падение Некое телесное Иисус говорит В Луке 10-18 То тогда здесь Что описано Он два раза С неба падает Как вы видите Все прекрасно Разрешается Если мы понимаем Что там Иисус И как раз не зря В прошедшем времени Говорил о духовном Ибо телесного падения С неба Никакого не было Но падение Его было И под небом Подразумевается Конечно же Святость Чистота И свет Мы всегда Это подразумеваем То есть там Речь Иисуса Естественно Идет о духовном О духовном Как говорит Невидимом О любви Ну вы поняли О духовном Тоже очень часто Просто подразумевает Какую-нибудь там Может быть Материю невидимую Нет Сейчас я подразумеваю Духовное Естественно Как о чувствах О святости Вот о таких Мы с вами Материях Разговариваем В этом плане Когда говорят Духовная жизнь Святая жизнь То есть Это мировоззрение Человека Жизнь человека Поэтому там Описано Что дьявол падает Именно с этого неба Духовного неба Это чистота Это свет Оттуда он не спал Желанием творить зло А телесное Описано В 13 главе А иначе Тогда Я говорю Получается Просто бред Вы утверждаете Что он два раза Не спал С неба Тогда Когда-то По плоти Да И вот сейчас В 13 главе Книги Откровения Ну еще Естественно Есть Это я вообще Не принимает Я говорю Может Когда Библию Вообще Рассматривают Не как Последовательную Книгу И уж Тут же Там Книга Откровения А просто Вот набор Стихов Как я всем Говорю Как Нарезали Как будто Библию В лотерейный Барабан Все это Закинули Крутят Знаете Достают Вот И вот Лепят И вот Такие Проповки Можете Набрать Наслушаться Что это было От начала Это описано Чуть ли не То что До рая Было Это полная Чепуха Книга Откровения Последних Временах Там Есть Запараллельные Вещи В последовательных Так скажем Событиях Но Она Не говорит От начала От рая Что там Происходило Нет Она Нам Рассказывает Историю Последних Времен Вот Это Ниспадение С неба На землю Очень важно Мы С вами Еще Вырвали Там Надо Дочитать Все По хорошему Сегодня 13 главу Но Я говорю Видите Я вам С вами Словами Стараюсь Донести Там Дальше Слова Горе Горе Живущим На земле Ибо Сошел К вам Дьявол В великой Ярости И говорит Какое Счастье На небесах Ибо Теперь Его Нету То есть Просто В последнее Время Очищение Будет Происходить С неба А потом Мы знаем Что Как раз После этих Событий Они будут Низвержены Еще Куда В бездну Уже Все Звери Лже Пророк Будет Отправлены В Диену Огненную А дьявол И все Духи Будут заключены На тысячу лет В бездне Это очень важно То есть Мы видим Как Господь Мироздание Все Этот духовный мир Который мы пока Не видим Тонкий мир Как я его называю Духовный Не совсем Правильно Духовный Как раз То что Вообще Не видим Духовный Это вот Внутри Где Где ты Никогда Ничего Не увидишь А это Тонкий мир Надо не путать Это точно Такое же Как за стеной Что-то существует Вот и все Это временное Причем Закрытие Которого не было От начала Мы с вами Уже Об этом Сегодня Вспомнили И поговорили Оно лишь Опять на время Произошло И в конце Это будет Опять Преграда Разрушена И все Будем вместе И ангелы И все На новой земле Где новое небо Будет И все будет едино Вот так вот Очень важно Понять Поэтому Падение Значит Вы противоречите Книгу Откровения Если конечно Вы книгу Откровения Притягиваете Что Это Это Так скажем Описано Типа До бытия Что происходило Ну тогда Вы отрицаете Что книга Откровения О последних временах Да Это не так Абсолютно Книга Откровения Не трогает нам Вот эти вот вещи Она прямо О последних временах Прямо И горе Живущим на земле Никогда Он там не спал Нет А тем горе Последним людям Людям Последнего времени Горе Потому что Дьявол сошел Великой ярости Это очень важно А если он сначала Не спал в небо Или как вы говорите Небо было очищено И 13 глава Книги Откровения Тоже О предних временах А как Тогда Как это согласовать С книгой Иова Которую мы сегодня Вспоминаем Это очень важно Видите Тут одно заодно Цепляется Я не могу остановиться Чтобы все это не сказать Потому что я Помню Что у меня так У меня были Несколько дебатов Так скажем Ну таких личных Переписки Вот на эту тему Тоже Ну а тогда книга Если вы говорите Что это О первых 13 глава Якобы нас Напоминает нам Что как бы Открывает тайны Добытия Там вот тоже Как раз я сегодня Пожаловался Что как бы Вот этого нету Это нам не описано И тут книга Откровения Нам решила открыть Да книга О последних Временах Ну вдруг нам Решила открыть Тайны добытийного Периода Я говорю А тогда книга И его Куда мы денем Там спокойно Ангелы и бесы К Богу приходят На небе И вот Радуются А бесы Жалуются Что вот Ты тут всех В руку свою взял Защищаешь В частности Того же самого И его Рабат твоего Ты его отдай В мои руки Как же тогда Если они все Низвержены Да На землю-то И не имеют Доступ к небу Нет Они там спокойно С ангелами И с Богом Беседуют И вместе с ангелами Дьявол ходит Это очень важно Понять Тогда опять Одни несостыковки Это очень важно Понимать Ну и Еще один Очень важный Сегодня пример Уже четвертый Ну в принципе Мы с вами Достаточно неплохо Идем 50 минут Добрались до Четвертого места Да Мне кто-то скажет Хорошо Ты прав Книга Откровения Все Но Иисус говорит Я видел Сатану Спадшего с неба Может Иисус говорит О Исаии 14 глава 12 стих Давайте мы сначала Его прочтем Как упал Ты с неба Деница Сын Зари Разбился О землю Попиравшей Народы Слушайте Ну прям Вот вырви стих Да прям вот Ну прям вот Иисус об этом говорит Ну ведь точно Деница Да Сын Зари А еще тут Ниже есть Тот ли это Человек Который колебал Землю Потрясал Царство Вселенную Сделал пустыню И разрушал Города Ее пленник Своих Не отпускал Домой Ну тут уже Что-то не совсем Как-то читается Нет Мы 16 стих Не будем брать Давайте мы На 14 стихе Сфокусируемся Смотрите Как хорошо Вырезал Из 10 главы 18 стих Я видел Сатану Спадшего С неба Так И Исайя 14 глава 12 стих Как упал Ты с неба Деница Сын Зари Разбился Землю Попиравшие Народы Как хорошо Сказано Во-первых Он тут Разбился Слушайте А человек Когда разбился Вот Не написано Упал Разбился Все Нет его Смерть Это очень важно Я не просто Так обращаю На это внимание Это не просто Слова И не символные Не образные Мы когда С вами Сегодня Я вам сейчас Тайну Открою Всего Это вы Разумеете Вы поймете Что это Не просто Так Вы когда Читаете Вдумывайтесь В каждое Слово Разбился Землю Это очень Важно Мы с вами Можем Вот мы Когда 13 главу Книги Откровения Читаем Написано Низвержен На землю Это очень Важно То есть Да Тоже Может Сброшен Там Упал Но Как бы Потом Мы читаем Что Да Горе Земле Он Сошел Там Написано Дальше Вырви Из контекста Что Ну Неизвержен Можно Сказать Ну Это Как бы Упал Тоже Чуть Не Разбился Нет Там Дальше Я даже Может быть Мало Добавил Ну Я Хочется Где-то И покороче Скоротать Потому что Ролики Вы знаете У меня Так Километровый Но Видите Я вам По памяти Так Как Я Близко К Тексту Знаю Библию Да Да Горе Живучим На земле Ибо Дьявол Сошел Ну Да Тут И такой Слой Такой Ну Когда Мы Не Вырываем Если Мы Люди Умные Христиане Разумные Во всем То Мы Вникаем И Не Вырываем Всегда Контест Поэтому Там Очевидно Сошел На землю В великой Ярости То есть Он Аккуратненько Сошел Да Ну Где-то Написано Низвержен Когда Символ Это Да Когда Мы Образ Вообще Читаем Дракона Напротив Жены Да То Увлек С неба То есть Увлек Он Сам И сам Поверх Их На землю Но Поверх И не Убить Он Своих Дружков Духов Которые С ним Решили Взлезок Исневать Он Жив Не Убить Увлек И поверх Конечно Но Я говорю Заканчивая читать Тринадцатую главу Я говорю Здесь у меня дословных нет Стихов Надо переходить Мне уж не охота Я вам дословно Цитирую Практически Да Горе Горе Живущим Радуйтесь Небеса Ибо Вы Очистились И горе Живущим На земле Ибо Дьявол Сошел К вам Сошел Очень важно Видите Все эти слова Сошел К вам Великой Ярости То есть Мы увидим Что там Контекст Не этого Какой же Какой же Контекст Исаия Четырнадцатой главы Да Вы скажете Может там тоже Есть какое-нибудь слово Здесь как бы Образный Разбился А потом Мы узнаем Что оказывается Ну не разбился Это так Образ был Ну так как Мы сейчас углубимся Я вам просто заранее Говорю Что там Мы узнаем Что он именно Разбился Мы поймем Кто это такой Деница Да Кажется Что это совсем Не дьявол И сатана Да И он именно Разбился А землю Разбился Его больше нет А если он Разбился В Исаии 14-12 То как он Живой А как он Потом Вообще он Может разбиться Дьявол Он вечный Или он Смертный А если он Разбился В 14 главе 12 стихов Книги Пророка Исаии То как он В откровении Как он до сих пор Вообще Живет И обольщает Кого-то Да Интересно Давайте Как видите Я На своей страничке Сейчас зачитаю Вам сначала Свой комментарий Я наперед Все-таки скажу Чтобы вы уже Когда я буду читать Вы поняли Открываю вам тайну Во-первых Читать мы будем Конечно же Целиком Сегодня Очень важный момент Мне столько На нее ссылаются Я говорю Слушайте Ну прочтите Я конечно Когда уже Потом я Ветхий записал Я помню Отсылал Потому что там Я об этом сказал И сегодня Просто такой Совокупный ролик Как видите Все места Я разобрал Конечно же Я говорил это В отдельных видео И в Луке У меня же Вся Библия Целиком записана С комментариями Но опять же Я тоже не знаю Насколько там глубоко Тоже Понимаете Когда ты читаешь Большими Ну ты последовательно Читаешь Библию Все книги Ты не можешь На все мелочи И все параллельности Показать Я не готовлюсь Там настолько Таким роликам То есть Я сколько могу Что-то много Своими словами Говорю Тоже Хотя казалось бы Последовательно Читаем тексты Да Я сколько могу Там делаю Пересылок Но Я говорю Это было от начала Я делал Как мог Как говорится Хотя бы Крупные мазки Людям подать Нарисовать Истину Подать Да Вот А со временем Все-таки там 7 лет служения Да На ютубе Конечно Я вот видите Таким более Глубоким анализом Конкретных Мелких вещей Занимаемся Да Я для вас Занимаюсь Это очень важно Как вы видите Уже по иллюстрации Я надеюсь Речь о ком Пойдет Кто этот Деница Так называемый Вы сейчас узнаете Более того Что это просто Просто ужасный Синодальный Просто ужасный Позволивший себе Сделать такой Смысловой перевод Синодальный Кто там Вся эта комиссия Решала Буквально Пару лет назад Как вы уже видите По иллюстрации Речь пойдет А Во-первых Исай будет писать О чем О вавилонском Плении Израиля Кто помнит Где вавилон Да Покорит Израиль И уведет В плен Народ его Где они Семьдесят лет Будут пребывать Где там Будут такие пророки Как известный Пророк Даниил Прям будет Царю сослужить И Будут писать Все свои откровения Это очень важно Речь пойдет О Вавилоне И царей его Как головенного Худоносора Это очень важно Понять то Что вы Сегодня Хоть кто Хочет 14 главу 12 стих Можно только Прочитав Две главы 13-14 главу Давайте я сначала Зачитаю Свои мысли И мы с вами Перейдем уже К чтению Есть мнение Что Иисус В Лука 10-18 Имеет ввиду Падение Деницы Ну вот это я видел Спадшего с неба Сатану Описанное В Исаии 13-12 Но это Большое заблуждение И чтобы понять это Необходимо обратиться К контексту А это значит Что нужно Почитать целиком Прочитать 13-14 главы Книги Пророка Исаии Из которых мы узнаем Что речь идет Не о падении Сатаны А о падении Вавилона Вавилонской империи Ну Со столицы В городе Вавилон И его царя Новохудоносора А 12-й стих 14-й главы Необходимо изучить В разных переводах Чтоб понять Что Деница Не имя собственное А просто Неудачный Смысловой перевод Такой обобщающий Как они вот Захотели Такое придумать И сделали так С древних Рукописей Я даже Все равно На этой страничке Заметьте Как я всегда Ставлю тексты Я даже здесь Показал 13-ю главу Она с чего Начинается Пророчество О Вавилоне Который изрек Исайя Сын Амосов То есть Мы сейчас Вам все Прочитаем Я для вас Специально Прочитаю Если у вас Есть время Заваривайте Чаек Кофеек Занимайтесь Своими делами Готовьте Ужин Что хотите Делайте На работе Я для вас Буду это делать Я хочу Чтобы вы Знали Истину Я стараюсь Для вас Это все Делать Это 13-я 14-я глава Будет Пророчество О Вавилоне Это лишь 12-й стих Здесь Я Не буду Больше Зачитывать Потому что Мы сейчас Все равно Обращаемся К оригиналу Это я добавил Для кого Кто интересно Хоть здесь Хоть что-то Почитает Но мы С вами Обращаемся Теперь К Исаии К 13-й главе Я прям Открываю Книгу Со своего Сайта Книгу Пророка Исаии Тоже Рекомендую Естественно Всю целиком К прочтению Просто Бесподобный Пророк Кто знает Один из самых Так называемых Мессианских Что ни слова Пророчество о Христе Так называемое И как видите Это не моя подпись Пророчество о Вавилоне Это не то что я там написал Я иногда узнаю Там какие-то свои комментарии Тоже даже Но я делаю это серым текстом Либо это всегда видно Там в скобках Я это как бы оглавлю Нет Это в оригинале В любом переводе Так написано Это пророчество О Вавилоне Это о том Вавилоне Я еще раз говорю В котором находился В плену 70 лет Израильский народ Так называемый Вавилонский плен Я думаю Что людям Даже далеким Порой от Библии Что-то такое Известное Они слышали Это конечно Не тот Вавилон Который в 9 главе Ну как бы Это он Просто время Другие Тот-то после потопа Был Где пытались строить На этом же самом месте Этот Вавилон На самом деле Находится Но это уже При царе Новоходоносоре Так называемом Все это за 5 веков Где-то плюс-минус До Рождества Христова Так называемого Я вам даже Видите Как большой контекст Всегда стараюсь Обрисовать Мы с вами Прочитаем все Я верю Что это поняли Исаия Исаия не дожил До этого плена Немного Это уже Другие пророки Даже во время Жили О нем пророчествовали И достали Пророк Исаия Бог его От этого охранил Он сам Не видел Это своими глазами Все то множество Пророчеств Которые он писал Которые исполнялись И Исаия Исаия Чтобы вы поняли Что 14 глава 12 стих Это не о дьяволе Вы о нем Сейчас ничего Вообще не услышите Ни о духовном мире Ни о какой-нибудь Войне на небе Как мы в 13 главе Прямо читаем И там ни у кого нет Сомнений Я надеюсь О чем идет речь О самой настоящей Войне на небе Где духи светлые Будут воевать Против духов Темных Да Нет Здесь пророчество О Вавилоне И давайте с вами Учитать Прямо До Чего До 14 главы 12 стиха И дальше До конца Итак Это пророчество О Вавилоне Которое изрек Исаия Сын Амосов Поднимите знамя На открытой горе Возвести голос Смахните им Рукой Чтобы шли В ворота Властелинов Я дал повеление Избранным моим И призвал Для совершения Гнева моего Сильных моих Торжествующих В величии моем Большой шум На горах Как бы от многолюдного Народа Мятежный шум Царств и народов Собравшихся вместе Господь Саваоф Обозревает Боевое войско Идут От отдаленной Страны От края неба Господь И орудие Гнева его Чтобы сокрушить Всю землю Рыдайте Ибо день Господа близок Идет Как разрушительная Сила От всемогущего От руки У всех Оттого Вон с вами Сердце затрепещет Руки Опустятся И вы будете в шоке От того Какой гнев Идет на вас За то что вы Когда-то Порабощали других На самом деле Те такие же грешники Кто знает Библия так написана Якобы Как мы видим Даже здесь написано Якобы Это От Бога Вот воля Чтобы тебя Пожрать Другим народом Они Ничем не лучше На самом деле Они точно Такие же Идут они Конечно По своим Похотям Но кто умеет Читать Библию Особенно Ветхий Зайд Тот понимает О чем я Говорю Оттого Руки У вас Опустили Сердце У каждого Человека Растаяло Ужаснулись Судороги И боли Схватили Их То есть Он описывает Состояние Вавилонского Войска Которая Сама Когда-то Всех Пожирала Теперь Будет Пожирать Его Уже Даже От увиденного У них Все это Будет Происходить От того Войска Которое Будет Двигаться На Вавилон И по Вавилонской Земле По Вавилонской Империи Это Будут Персы Уже В то Время Их Пожирать Персидская Империя Которая Севернее Находится Будет Находится С изумлением С нее Грешников Звезды Небесные Светила Конечно же Кто понимает И внимательно Внимательно Слушайтесь Что я сейчас Буду читать Тоже Я вам Наперед скажу Мы с вами Сейчас будем читать Закончим Мы будем читать С вами Семнадцатую Восемнадцатую Главу Книги Откровения Это Суд Над блудницей И Семнадцатая Восемнадцатая Глава Книги Откровения Нам говорит О последних Временах Когда Я вам Сразу Наперед скажу Зверь Это греческое Царство Или там Северное Царство Блудница Которая Вавилон В Откровении Означает Южное Царство Это Последняя Война Вот этого Последней Семилетки Это Северное Царство Северный Царь Ну и там Семь голов У него Помните У этого Зверя Он пожрет Южного Царя Это Южный Царь Который У Даниила Там Овном Назван Или Южным Царем У него Два Видения В одном Он Овен В другом Так Назвать Южным Царем В Видении Северный Царь Назван Козлом А дальше Когда С ангелом Он беседует Он Называет Северный Царь Греческий Это То же Самое Что В Откровении В 17 18 Главе Описан Суд Блудницей Блудница Это Есть Этот Овен В Видении Даниила Это Южный Царь Это Блудница Имя Которое Вавилон Вавилон Это Не Лжецерковь Это Не Церковь Сатаны Как Там Любят Это Не Антипод Церкви Христовой Нет Это Блудница В 17 18 Главе Это Южное Царство Конца Времен Это Атеистическо Мусульманское Языческое Союз Такой Будет Китай Иран Ирак Южная Корея Все Мусульмане Все И вот Они Будут Воевать С так Называемым Христианским Миром Но Правда Тоже Будет Псевдо Христианские Страны Вот Эти Ну Тоже Я Все Знает Про Осан Католики Все Это Никакого Отношения К Истинного Христианства Не Имеют Но Будут Они Подразумеваться В Данил Данил Находили Тысячу Чуть Чуть Все Как вам? Как Иисус говорит, как смог выпадут звезды. И земля сдвинется с места своего, помните великое землетрясение, от ярости Господа Саваофа, в день пылающей гнева его. Тогда каждый, как преследуемый серный, как покинутый овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватит, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты перед глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчищены. Вот я подниму против них медиан, ну, медиан не, или перс, а не там. Тогда, после Науходоносора, это где-то за 3-4 века, до Рождества Христова, уже на севере, возвеличился медиано-персидская империя, так называемых, поэтому, о том, может, скажете, что я тут про персов вспоминал. Медиано-персидская она будет называться, следующее, так называемое, царство, до того, как, ну, во времена того же самого Александра Македонского, где-то вот так, потом римская, кто помнит, империя будет. Которые не ценят серебря и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева их. Глаза их не сжалятся над детьми. Вы слышите, что мы вообще читаем? Вы что-нибудь о дьяволе здесь видите? Я вас просто готовлю уже. Мы с вами... Они не такие большие, как вам кажется. И Вавилон... Заметьте, у меня жирненьким текстом, как всегда, для вас все выделено, чтобы тоже бросалось в глаза. Мы с вами уже практически добираемся. Она, 13 глава, ответьте, всего тут 21 стих. Вот мы с вами ее и прочитали. И Вавилон, краса царств. Вавилон, красота царств. Гордость халдеев. Ну, халдеи это и есть национальности Вавилонской империи. Халдейская империя еще называют. Вавилонская. Ну, Халдейская империя со столицей Вавилон. Поэтому иногда называют, ну, как русских называют, там, москалями. По точке, там, Москве, да, понимаете? Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гамора. Слушайте, сейчас будем читать с вами 17-18 откровения. Вы просто удивитесь, как все прямо один в один. Духовно называемый, как Вавилон, Содом и Гамора. Это очень важно. Вавилон будет неспровержен. Не дьявол, не дьявол, а Вавилон вместе со своим царем. Ну, тут, правда, не совсем, но худоносок, потому что он этого, так скажем, избежит. Он уже, да, в ином мире будет. Это очень важно. Неспровержен. Заметьте, мы с вами уже приближаемся. Я говорю, 13 глава заканчивается. Будет неспровержен Богом, как Содом и Гамор. Вавилон, духовно, мы с вами в откровении читать, называется Содом и Гаморы. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет орвитян шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там. Шакалы будут выйти в чертогах их и гиены в увеселительных домах. Картинка у меня, видите, какая? Что это означает? Иллюстрация. Возвращение евреев в землю обетованную, где они потом будут там храм строить. Ну, правда, здесь он как будто уже построен, но такие иллюстрации, смысл. Потому что все пророки говорили своему народу, что да, за нечестие ваше вы будете пробащены. Тогда, кстати, вавилоняне, когда мы читаем, когда пророки говорили вообще об этом халдейском, вавилонском нападении на, как хотите, ну, халдейской империи, нападение на Израиль тогда, его уведение в плен, вы помните, что то же самое писалось, тем же самым языком. Говорил, что это от Бога и что Новходоносор это вообще, так скажем, бич божий, да, такой от Бога он вообще и все его воинство от Бога. Как мы видим, они такие же грешники. Надо просто язык Библии понимать, кто его писал, в какое время и как, да, и не соблазняться на то, что Егова не похож на Иисуса. Это очень важно. Это все писали люди и понимали так. На самом деле Бог, конечно же, против любых войн и не хочет смерти грешников. Это тоже надо понимать. Дальше Исайя предсказывает, да. Близко время его... Мы 14 главу начинаем читать. Уже в приближаемости давайте вникать еще лучше. Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут на место, и дом Израиля усвоит себе на земле Господни рабами и рабынями. Бог их усвоит. И возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. Здесь, конечно, духовно можно читать уже, что это второе пришествие Христа, и вот мы там в земле обетованы, но это кто хочет и кто понимает все это. Но у нас сегодня, конечно, мы сегодня нету цель преследовать, хотя, как вы видите, одни и те же места по разным темам ты можешь формулировать, а читать будешь одни и те же места и понимать все это. Потому что здесь Исаия, пророк, прежде всего говорит об Израиле. Это я тоже причине Ветхого Заята всегда показывал. Прежде всего, это пророчество непосредственно об Израиле. Это очень важно понимать. Потом это накладывается на первое пришествие Христа. На уничтожение Иерусалима, вы помните, он точно так же будет разрушен. Но точно так же потом его восстановят, Господь явится, первое пришествие появятся христиане, так называемые его последовательные, и люди к ним потянутся, и все у них будет, так скажем, относительно хорошо. Многие, конечно, будут мученически заканчивать, но само христианство будет распространяться по всему лицу земли. То есть, вы понимаете, и это же читается и к второму пришествию Иисуса Христа. Открою вам маленькую тайну и к третьему. К третьему пришествию Иисуса Христа я называю, когда он, конечно, на земле будет, но это когда будет конец тысячелетнего царства. Это тоже важно. Это явление Христа как Богом будет всем людям земли, когда будет страшный суд, великое разделение. Но все будет и там. В конце тысячелетия, седьмого тысячелетия, или тысячелетнего царства с Христа, будет все то же самое. Еще раз повторится все это. Библия будет одна и та же повторяться во все такие события. Но сегодня не об этом. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха от тяжкого рабства, которым ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя. Вы видите, о ком идет речь? О царе Вавилонском Вавилоне, который был уничтожен. Как не стало мучителя. Пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых. Скипетр владык, поражавших народы в ярости ударами неотвратимыми. Во гневе господ, высший над пленными, над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются тебе. И кедры ливанские говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ну здесь мы видите, земля обетованная, откуда они были забраны. От преисподней, ну и потихоньку речь опять приходит к Вавилону. Мы с вами, как вы видите, уже подбираемся к 12 стиху. От преисподней пришел в движение ради тебя, Вавилон я добавляю, да, мы с вами можем же эти слова уже подставлять. Чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаимов и всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их, все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низверженно гордыня твоя, со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы. Он сам попирал. А говорил в сердце в своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Слушайте, вот приписывают эти слова якобы дьяволу, якобы вот описано то, а эти стихи в свою очередь и приписывают вот этому духовному падению, а вот Иисус о нем и говорит. А тут вот дьявол как бы говорит, это вот дьявол так вознесся, и именно поэтому он и не спал с небес, и вот якобы, а потом совращал Еву. Это чепуха. Перечитайте после этого, если хотите, книгу пророка Даниила. Познайте, кто такой Науходоносор был, и всю вот эту историю пленения Вавилонского. Ведь Науходоносор слепил там целого, кто помнит, истуханы, и все, и даже Даниила заставляли ему кланяться. Они не стали кланяться, их в огненную печь бросили. И он сказал, я бог. Он себе требовал весь Вавилон, по всему Вавилону, по всему Вавилонской империи и всем народам, которых они захватили, неважно, евреи-то не евреи, объявили, что Вавилон, царь Вавилонский, Науходоносор бог. Ему надо поклоняться как богу. Он собой, кстати, символизирует как раз не дьявола, а того последнего антихриста, который и будет. Хотя он будет не из Вавилона уже в последнее время, а из вот этого греческого или северного царства. Очень важно, да? На самом деле они будут бороться за это мировое господство, и кто из них там, из этого царства, а потом один рог выйдет, да, и будет. Но, да, будет победа не Вавилона, а северного царя, зверя того. Это очень важно. Поэтому это все приписывают, знаете, все красиво, вырвать из контекста и сказать, ой, да это же вот, вот тут падение дьявола описано. Какое отношение пророчества Вавилона к дьяволу? Вообще, вы тут видели рядом? Смотрите, мы когда с вами книгу Откровения читаем, мы с вами прямо о дьяволе читали. То есть мы с вами у Иисуса взяли, он говорит, прямо я видел сатану, спадшего с неба, так, хорошо. Взяли, рассмотрели книгу Откровения, там реально описано падение духов, ангелов, которые стали падшими. Прямо, прямо, там столько слов, там что-то не понять нельзя, там война на небе, ангелы воевали, Михаил Архангел, всем известный, да, так скажем, воевал с дьяволом. И все там описано, это мы с вами там чуть-чуть прочитали, а там вы всю 13 главу вам прочитаете, вы все поймете. Там прямо недвусмысленно о ком идет речь. Мы с вами уже вторую главу читаем пророка Исаии, пророчества Вавилонии. Что-нибудь хоть близко было? Вы вообще чувствуете, что мы о чем-то таком духовном читаем, о чем мы в 13 главе, допустим, книге Откровения, что бац, нас переносит книга вот в такую тему, что вот там. И вот произошла война на небе, она написывается, что вот на землю там падает, дьявол идет там со святыми воевать, там, я говорю, я вам кратенько сегодня не стал всю 13 главу зачитывать. Но вот своими словами все равно приходится пересказывать. Мы что-нибудь с вами столько прочитали, хоть близко что-нибудь было? Нет. Вообще, это нам рассказано о допотопных, о добытийных временах, не допотопных, добытийных. Да. До третьей главы грехопадения людей, описанных в третьей главе книг Бытия, можно притянуть это хоть за какие-нибудь уши и хоть как-нибудь к этим местам, к якобы какому-нибудь духовному падению дьявола? Ничего подобного, вы видите. Речь идет вообще о людях, обо всем земном, о Вавилоне, об Израиле, о его пленении, потом освобождении. И после этого освобождения мы же с вами последовательно читаем. Не сначала персы и медяне напали, нет, евреи уже были отпущены. Они были отпущены, они пошли, вышел указ, уже при новом царе, не про новоходоносыре. И уже когда они вернулись, там отстраивать стали город Иерусалим, храм этот снова стали строить, так называемый Соломоновский. И Вавилон через некоторое время был разбит персидской, медийской, уже новой, возникающей, воцаряющейся, возвышающейся, возвеличивающей, возмогуществующейся империи. Так что все это хорошо, конечно, можно, да. Но вы почитайте, как о себе помышлял-то новоходоносцыр. Почитайте книгу Провога Денила, чтобы понять весь этот контекст Вавилонского плена. Как у них вечно башню, как у всех срывало, что они там пупы земли. И да, вот надо все. Мы народ божественный, царь наш бог. Прямо возводили. И он там прямо себе богом. И он называл, и его все. Издали указ. По всей земле пробежать, сказать, что у нас теперь бог новоходоносцыр. Если кто кому-нибудь там поклонится, а наоборот, этому истукану не принесет в жертву фимиам, или животным, или человека. В общем, все условия были. Все, тому и Даниилу, вы помните, со всеми его дружками, приятелем бросили в печь растопленных для таких, как он. И они там живыми оказались, вы помните все это, да? Вот так вот. Но это же не все. Ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящий тебя, всматривается в тебя, размышляет о тебе, тот ли это человек. Я говорю, слушайте, вот там очень легко было прочитать, я говорю, вырвать, как всегда, из контекста. И там якобы вот единица, а дьяволин. Ну, вы не забывайте о контексте. Все ошибки, я всегда говорю, что это вообще, это первое, это вырывание из контекста. Это прям вот первая ошибка. Ну, я их всегда, конечно, приедестал делить стараюсь. Во-первых, конечно, первая святая жизнь. Без святой жизни, без любви человек ничего не открывается. Без святости никто не увидит Бога. Читай, как без любви никто не увидит Бог, есть истина. А святость есть пребывание в любви. Без святости никто не увидит Господа. Если ты не приводишь к любви, никакая истина тебе не будет открываться. Ты Библию можешь хоть на зубок знать. Собирать там, разбирать по винтикам. Тебе тайны не откроются. Ты ничего не поймешь, у тебя любви нет. У Даниила так и сказано. Только разумные, то есть только святые, то есть только любящие познают ее. Это очень важно. Тот ли это человек? Так Деница, это кто? Ангел, Дух? Это дьявол, Сатана? Нет, тот ли это человек? Я говорю, а сейчас, когда я вам просто докажу, покажу и надеюсь докажу, что там даже это Деница, слово, которое употребили, которое придумали, употребили, добавили, так скажем. Что это была вообще такая фривольность, позволенная себе теми, кто вот этот перевод синодальный составлял. Как мы видим, речь-то продолжается. Тот ли это человек, который колебал землю? Человек потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари народов, заметьте, не духи будут сокрушаться, а цари народов, все лежат с честью. О ком идет речь? О Денице? Об ангела сатаны? О Люцифере? Нет. О каком-то человеке? О царе Вавилонском? Не важно, что это уже был Нинавуходоносор. Я, кстати, здесь просто даю отсылку. Я, может, даже уберу это. Решил даже для вас оставить. Я когда-то написал, что это Нинавуходоносор. Ну, как бы, просто о нем нам. Нам уже о том царе, когда уже конкретно было произрушение Вавилона, ну, практически ничего не известно о его гордости, так скажем, вот именно вот этом. И уже Вавилонское, когда уже Персия, Медянско-Персидское войско окружило, тогда Вавилон уже по Вавилон, по Халдее уже прошлось, по империи там уже разрушало все. Нам уже мало, чего известно. И более того, это уже, грубо говоря, это надо вдаваться в документы, историки, как раз, что было там, кто занимается там древним Востоком. Туда надо, потому что в Библии уже до этого не особо есть дело. Кто знает, все-таки Ветхий Завет, он сконцентрирован на том, что было с израильским народом. Там таких нет подробностей. Но так как евреи в это время жили предновуходоносы, пленение было, жизнь, у нас есть, конечно, такие книги, как пророка Даниила, из которых мы все это узнаем. Очень важно. Поэтому я так, конечно, как образ даю, что об этом человеке идет одновуходоносырь, который так и возвеличился-то. После него Вавилон стал, цари уже не были ему подобные. Все хуже, хуже, хуже. Именно поэтому он и сам стал слабый, а на севере усилился, усилилась другая империя, другая нация. А вот он как раз, пример, это все как бы о нем сказано. И он тогда себе такие панигирики, и все царство ему пело. Поэтому я как бы тут говорю, что как бы о нем идет речь. Потому что именно при нем все эти завоевания произошли. Потом уже его потомки они сдували все это на нет. А вот он там, да, уходоносыр, это прям был пиком расцвета Вавилонской империи. Это очень важно понимать, да? Поэтому это именно уходоносыр колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал. Пусть это не он конкретно, не при нем, не его именно там закололи, войско. Но мы суть понимаем, да? Тут мы, как говорится, собирательный образ царя. Как, знаете, сейчас говорят, там, собирательный Путин. Да, такой образ, да? Вот. Так же и здесь тоже. Потрясал царство, вселенную сделал пустыню. Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице. А ты повержен вне гробницы своей. Как это можно вообще притянуть к сатане, я вот не пойму. Мы видим, что здесь речь о царе Вавилонском. Что все другие цари с почестью похоронены. А ты лишен даже гробницы своей. Никто не знает. Тебя за ноги привязали и на конях выволокли и выкинули на съедение птицам. Как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. Вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их. Кого будут закалывать? Духов. Треть духов, которые у Хона извлек. Кто вообще этот дьявол закалывал? Как вы видите, здесь речь идет. Я уже надеюсь, я вас уже практически убедил. Мы с вами заканчиваем 14 главу. Она тоже небольшая, сколько всего, 27 стихов. Вот мы их заканчиваем. Надеюсь, вы видите, о чем мы читаем. Готовьте на заклание сынов его из-за беззакония отца их, чтобы не восстали и не завладели землей. Ну, то есть, надо всех вырезать, естественно. Весь царский род. И наполнили вселенной неприятелями. Ну, то есть, зачем дезердиров плодить в новой порабощенной земле. И восстану на них, говорит Господь Саваоф. И истреблю имя Вавилона. Разве дьявол и Бог тут истребляет имя? Нет. Вот это вот человека. Человека и города, и в нем всей этой Вавилонской империи. И весь остаток, и сына, и внук, и сына, и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф. Склятываю, говорит Господь Саваоф. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Ну, вот это и есть разрушение Вавилона. Таково определение, постановление о всей земле. И вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить его? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Прежде чем читать Откровение, 17-18 главу, как я вам обещал, давайте посмотрим переводы. Иные переводы. Книги пророка Иса, 14 глава, 12 стих. Я все делаю, на экзегете в основном смотрю, тоже рекомендую пользоваться. Так называемый, вроде как православный, конечно, он, правда, иногда он непонятно до конца, православный он или нет. Находим этот стих, включаем переводы и читаем с вами. Ну, синодальную мы уже знаем. Продолжаем читать. Современный российский перевод библейского общества. Вот и пал ты с небес, ты, звезда рассветная, сын зари, разбился ты о землю, победитель народов. Смотрите, здесь никакого слова Деница нет. Юнгерово перевод. Как спал с неба Деница, восходящая по утру, сокрушился на землю, посылавший ко всем народам. Десницкий перевод. Как низверся ты с небес. Я замечу, кто знает, я не буду вам, конечно, у меня есть отдельное видео о переводах. Кто такой там, Десницкий даже. Ну, я прям так глубоко, не помню, ролик обобщающий записал. В основном, конечно, делал на известных переводах. Но кто знает, помимо синодального перевода, есть переводы очень известные. И кто к православной, так называемой, традиции относится, если вам слово секта режет ухо, я скажу, выражусь помягче. К протестантским и так далее. Есть новые переводы, конечно, такие групповые, где там целая сельская группа была. Как видите, они спокойненько это слово пропускают. Очень важно. Как низверся ты с небес, утренняя звезда, сын зари, попиравший народы, ввержен в прах. Новый русский перевод. Это прям, скажем, два титана, это синодальный и новый русский. В новую русскую мы как читаем? Как пал ты с небес, утренняя звезда, сын зари. Все, никакого деницы. К сожалению, это слово вообще не звергли на землю тебя, того, кто попирал народы. Я говорю, вот это вот деницы, знаете, вот оно въелось у многих тоже, благодаря этому стиху. И чуть ли уже не стало имя, собственно, дьявола. И как видите, это огромная ошибка. И знаете, сколько таких ошибок? Я, знаете, на мирском примере всегда показываю, что, вот смотрите, все человечество, насколько бытовые вообще вещи, и причем это очень высокообразованные люди, как и наоборот не очень образованные, утверждают, что страус прячет голову в песок. А вы знаете, что это неправда? Страусы никогда не прячут голову в песок. А ведь это самые начитанные люди, возьмите, мира, все равно в своих этих фразах такое говорят. Известные там писатели, богословы, люди культуры, искусства, науки. Страус никогда не прячет голову в песок. Это пошло оттуда, что когда издалека смотришь, страус, когда чувствует опасность, он, наоборот, преклоняет голову низко к земле и слушает. Он слышит дрожь земли, так скажем. У них очень развито вот это все. И он прижимает так-то он высоко. И чтобы услышать, там кто-то топчет или что, они низко голову к земле. И пошло такое, как скажем, выражение, что страус прячет голову в песок. Он не прячет голову в песок. Он просто прислушивается к опасности, которая приближается. Как видите, если такие вещи... Ну, весь мир убежден, что страус прячет голову в песок. Это абсолютно не так. Ни в какой песок никогда страус голову не засовывает. Он при надвигающейся опасности не прячет голову в песок, а слушает, где она, чтобы понять ему. Вот и все, и бежит потом. Ну, или наоборот, он может и нападать. Кто знает, страус еще того могут тумака надавать. Поэтому просто понимать, откуда она... Он прижимает, он же высоко, шея длинная. А он, наоборот, голову опускает к земле, чтобы понять. Он не прячется, он не боится, в принципе, можно сказать даже. Так и здесь. У нас Деница стал называться дьявол. Это абсолютно неправильно. Как вы видите, это огромная ошибка. Макария. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари. Был подсечен, ты повалился на землю, попиравший народы. Олесницкого. Как пал с неба, утренняя звезда, сын Зарницы. Пал долу, попиравший народу. Вина Курова, подстрочный перевод, с греческого. С греческого, подстрочники. Как упала с неба, утренняя звезда, рано утром восходившая, была сокрушена на землю, посылающая ко всем народам. То есть, с греческого, если мы читаем, вдумайтесь еще раз, что мы только что с вами прочитали с греческого. Что ты, Вавилон, пала, как с неба падает, как бы. Ну, и то звезды у нас не падают, они как бы пропадают, да. Как с неба, утренняя звезда, рано утром восходящая, была сокрушена на землю, посылающая ко всем народам. Ну, это вообще образ. Что ты не спадешь точно так же, как якобы с утренней зарей пропадают звезды. Или опять здесь слово такое образное падает. Ну, и звезды никуда не падают, просто рассвет настает, мы перестаем видеть звезды. Вот и все. Здесь ни о каком денице дьяволе, как видите, близко вообще по контексту. Это вообще пророчество Исаии о чем? О Вавилоне. О реальном Вавилоне времен V века до Рождества Христова. Ну, разрушение там III-IV век туда уже, да. После всего этого Вавилонского плена, когда уже будет закат Вавилонской империи. Я надеюсь, я вас в этом убедил. Нужно ли еще что-то говорить? Нужно ли еще что-то говорить? То есть я картинку вам, я вот специально показываю в моих текстах. Я даже вот, видите, всегда есть, я вот так на одном экране делаю, да, стараюсь все, чтобы вы это узрели. Найди, как говорится, найди семь отличий. Как упал ты, давайте еще раз, когда у вас все на экране, я вам просто в конце зачитаю. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? Это одно и то же. Если это было, ну и мужчины были царями, особенно в древности, да, вот. И у нас вот как раз хорошая иллюстрация царя на фоне Вавилонской башни, да, в откровении уже будет не в виде мужского рода, а в виде блудницы. Ну, потому что это будет тоже, это будет уже союз царства, это очень важно тоже понимать. Там под блудницей не одно царство, как было Вавилонское. Это будет союз из, потому что будет сидеть на семи горах, кто помнит, на семи холмах, то есть это семь царей там и так далее. То есть это уже будет собирательный образ. Это блудница Вавилонская, имя, которое, она не Вавилонская, по сути, а тоже. Мы надавите и скажем, в Писании, к сожалению, сами себе на горло наступаем. Это блудница, имя, который Вавилон. Это очень важно. На челе у нее написано. Вавилон. Мать всем блудницам вавилонским и мерзостям. Это очень важно. Это собирательный образ. Я вам хочу его сегодня прочесть. Это у нас с вами 17 глава. Я вам уже что уже говорить. Я вам просто, что кому-то интересно, чтобы такие вот мы с вами, видите, как постепенно раскручиваем, что действительно мы видим настолько, что просто пророчество Исаии. Ну, книга Откровения, в принципе, чем еще не закончить? Мы же заканчиваем. Книга Откровения, последняя книга. Не то что новая, за это всей Библией целиком. Последними временами, за 17-18 главой идет что? Описание второго пришествия Иисуса Христа. Это очень важно понимать. Это когда северный царь победит южного, козел забодает. Правильно по списку выражаться Даниилу Басиловичуал видение козла и овна. Это когда козел победит овна, рогом его убьет. Это когда царь греческий победит царя. Царь северный победит царя южного. У северного есть еще дополнение, как греческий. Просто поэтому я так выражаюсь. Про южного так не сказано. Сказано царь южный. Ну, а лучше, чтобы никого не вводить в лишнее заблуждение. То есть, все это, собственно, мы там прочитали. Это когда козел забодает овна. И когда царь северный победит царя южного. Или когда зверь с семью головами и десятью рогами сожрет блудницу. Этот зверь есть. Он же, я говорю еще раз, царь северный. И он же козел в видениях пророка Даниила. А в откровении он изображен зверем. Зверем. Таким по виду барс. Лапа у которого как медведь. Головы у него леопардовы. Одна из которых с пастью льва. Которого десять из этих семи голов. И на которых всего там десять рогов. Это очень важно. Я вам просто прочитаю. Я надеюсь, просто на слух воспримите. Насколько все это параллельно читается с пророчеством Исаии. Исаии. Несмотря на то, что Исаия пророчествовал о реальном том пленении Вавилона. О реальном той гибели Вавилона. Того, той Вавилонской империи. Это все накладывается на времена. Последние семилетку перед вторым пришествием с Христа. И разрушение этого царства. Вот все то же самое будет. Вот все один в один будет. Это очень важно понимать. Только уже будет там не прям Вавилон. Вот конкретно там. Это будет какой-то союз. До конца сейчас нам не открыто. По времени увидим. Но это будет атеистическое. Типа Китая. Мусульманское. Типа Ирана. И всего на свете. Атеистического типа Китая. Северной Кореи. Языческого типа Индии. И мусульманского типа всего. Востока. Ирана. Ирака. Сирии. Все вот это. Все, что мусульманское. Все туда. Вот это будет такой союз. Он будет воевать. Они будут делить. Там сначала будет. Не зря блудница сначала сидит. На этом звере. И у Даниила прямо напишут. Сначала царь Южный будет сильнее. Царя Северного. Но потом. Там будет несколько теней толкай. То один. То другой. И в оконцовке. Царь Северный. Козел. Или зверь. Из книги Откровения. Победит. Соответственно. Блудницу. Соответственно. Соответственно. Царя Южного. Или соответственно. Овна. Я вам все. По поведениям иду. Поэтому я уже просто прочитаю. Просто мне хочется, чтобы вы это услышали. Раз уж в таком видео. Хотя начали сегодня. Казалось бы. Да. Вы уж наверное забыли о чем ролик-то. О словах Иисуса о падении. Я хочу показать. Какое это было. Так плавно перешли. Но мне хочется. Надеюсь вам это будет приятно послушать. Эти две главы в моем исполнении. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чашек. Говоря со мной, сказал мне. Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей. Сидящую на водах многих. С ней обладействовали цари земные. И вином ее обладодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И повел меня в духе в пустыню. Я увидел жену, сидящую на звере багряном. Преисполненными именами богохульными. Семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багреницу, украшена золотом и драгоценными камнями, и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой бладодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну этой жены, женщины-зверя, носящего ее, имеющую семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его явится. Здесь ум, имеющий мудрость, вы только сегодня не обращайте внимания на этого зверя, это другая тема, почему он и с ним будет то же самое, по нему тоже будет дивиться, почему он сначала был и есть, потом тоже пошел в погибель. Это то же самое, что с медиано-персидской империей, с медиано-персидской империей ее потом тоже сожрали. Точно так же, когда этот зверь сожрет блудницу, сам он будет уничтожен, чем силой явления Христа. Потому что восстанет против Христа. Просто сожрет один другого. Жаба сожрет гадюку, знаете, сейчас есть современное такое понятие. Но мы сегодня все, а то мы и так отошли от темы ролика. Я, конечно, в конце вернусь и подытожу. Давайте просто, мы хочешь просто для вас это прочесть, чтобы все-таки раз уж мы сегодня так Исаию почитали, чтобы все это вы цепочку увидели. Семь голов с семь гор, на которых сидит жена, это семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, а которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель. И десять трогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство. Они примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и придадут силу власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем. И Агнец Иисус победит их, ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные. И верные. И дальше продолжаем. И говорит мне, как видите, пожирание блудницы. У меня картиночка. Воды, которые ты видел, десять блудниц, суть люди и народы и племена языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожрут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце. Заметьте, здесь вообще книга Откровения, она очень похожа на язык Ветхого Завета. Это тоже надо понимать, да? Что якобы Бог положил, чтобы этот зверь сожрал блудницу. Гадюка сожрала жабу. Мы знаем прекрасно, христиане, что Бог есть любовь и не хочет смерти грешника. Это так читается по плоти. На самом деле, это просто они сами друг друга жрут. Бог просто не вмешивается. Вот и все. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, какой Вавилон, царствующий над земными царями. После этого увидел я иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть, великую земля, осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря. Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. И пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным ведом блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с ней. С империи всегда все так делают. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос, говорящий мне, Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, ибо воспомянул неправду ее. Ибо Бог воспомянул неправду ее. Но здесь предупреждение. Вы видите, что персы с медианами будут делаться Вавилоном, как и он в свое время делал с другими народами. Никого учредить не будут. Ни детей, ни жен, ни стариков. Всех будут просто вырезать. И не зря они упойны кровью святых. Выйти надо, да? Ну ладно, сегодня не об этом, а то мы удаляемся. Воздайте ей так, как и она воздала вам. Песнь, только что мы с вами читали. Песнь евреев будет, что вот ты, Вавилон, все вкусишь, все то, что ты делал другим. Воздайте ей так, как она воздала вам. И вдвое воздайте ей по делам ее. В чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, сколько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицей, я не вдова и не увижу горести. Опять я сел на престоле, да? Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод. И будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И вас плачут и возрыдают. А теперь я, внимание, с вами будем читать прям параллельно, как читали только что и у Исаии. Можем даже с вами на пять минуточек вернуться, где мы с вами все читали только что. Так. Все цари народов, все лежат с честью. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал? Видите, как плач царей, да? Что и вообще плач поэт, говорит, вот ты-то тут был. Да, а где ты теперь есть-то? Да, кто ты теперь. Так и мы с вами тут читаем. Восплачут, возрают они цари земные, блудодействуяши, роскошествуя снею. Когда уйдет дым от пожара ее, стой издали от страха и мучения ее, говоря. Горе, горе тебе, великий город Лавилон, город крепкий. Ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и северебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весонные порфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, железа и мрамора, корицы и фимиамы, и миры и ладаны, и вина и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесницы, тел и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившись от нее, стану вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, Вавилон, великий город, Вавилон, одетый в весоны порфиру и багреницы, украшенные золотом, с камнями, и камнями драгоценными жемчугами, ибо в один час погибло твое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которыми обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись об этом небо, святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон в великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. И начинает у нас 19 глава о втором пришествии Иисуса Христа. Вот такое вот с вами у нас сегодня видео о том, что как Иисус видел падшего сатану. Давайте подэдожим, о том мы далеко забрались, но я надеюсь вам было интересно. Еще раз, на этот момент, а точнее как мы видим разобрали с вами три момента, и действительно в Библии у нас три момента. Иисус первое. Иисус видит сатану с падшего с неба. У нас есть война на небе, где ангелы победили, духа в злобе. И у нас есть с вами якобы падшая единица, описанная в пророке Исаии. Подводим итог еще раз. Иисус говорит действительно о духовном падении сатаны, не по плоти, а духовном, когда он решил жить во зле. На то же самое совратил и первых людей. Иисус об этом говорит, конечно же. У нас с вами есть что? Давайте по порядку, да, раз уж Иисус действительно вспомнил тот момент. Мы с вами действительно теперь вспоминаем по порядку, если. Хоть это говорит Иисус в Евангелии, так скажем, в середине Библии, но говорит он действительно о событии до грехопадения людей, где единица сам тоже. И ангелы многие выбрали злобу, нелюбовь, обладая полнотой власти, красоты, могущества и всего. Иисус говорит ученикам о чем? Что вы, вот обладая такой же властью, таким же могуществом, творите якобы все, что вы хотите, то есть обладая полнотой свободы, делать все, что вы желаете, не вздумайте употребить, употребить вашу власть, силу, могущество, дары вот эти на зло. Не вздумайте, как какой-нибудь экстрасенс, там лекарь, с кого-то взять денег. Не вздумай, что с тех кто-то не понравится, да, связать его в узел, наслать на него какую-нибудь болячку, да, или гром, или небось, и молния на него снизвести, как, вы помните, ученики Христа хотели целый город испопилить, помолившись Богу, да, чтобы не спал огонь с неба. Не вздумайте, обладая полнотой властью, свалиться на дно ада через творение зла. Да? Первый вывод мы с вами сделали, и прямо, и понятно, о чем говорил Иисус. Второе, идем по списку, теперь мы с вами хоть нашу другую цепочку выстраивали, теперь мы с вами выстроим, так скажем, временную последовательность, да, такую. То, что описано у пророка Исаия, никакого отношения к дьяволу, к дракону, к древнему змею, называемому дьяволом и сатаною от начала, никакого отношения. Исаия, 14 глава, 12 стих не имеет. Речь идет о падении Вавилона. О падении, о разбитии его, что он разбился, да. Хотя себе там мыслил, что он такой великий, никогда больше никто не возвеличится. И вот поставьте мне там истукана, вот, практически срисовав его с того образа, которому снился, да, что вот, вот я буду править тут, все будут мне поклоняться и провозглашайте по всем, яко я бог. Бог, да, возвеличился твой престол выше богов, да. Я говорю еще раз, вникните, прочитайте книгу пророка Даниила. Новоходоносор прямо объявил себя богом, ну и все, естественно, с удовольствием этому подыграли, его прямо все признали, так скажем, все лизоблюды, сапога-целовальники. Вот, его прямо объявили богом и требовали от всех ему божеских почестей, признания его богом и воздаяния ему божеских почестей через всякие виды там приношений, поклонений и так далее. В частности, пророк Даниил со своими друзьями от этого отказался публично и за что их попытались казнить, но бог посрамил этих всех, всю эту историю, да, и так далее. Кто помнит, с Новоходоносором какой случай был, да, как раз, когда ему потом другое видение снится с деревом, что, да, как раз Новоходоносор-то на семь лет становится как животное, ест одну траву, бог его посрамляет. И когда он от этого безумия отходит, когда он семь лет живет, обросший, как медведь, жуя траву, вне людского общества живет, его там где-то поселили, на цепь привязали, на семь лет бог послал на него такое безумие, и когда он от него вышел, он понял. Именно бог на него это наслал, именно за это его возношение, и смирил его, и сказал, вижу, как бог смирил меня. Да, вот что было с Новоходоносором, да. И там тоже, кстати, тоже притягивают, там и у Иса есть некоторые пророчества об этом, и в пророке Даниила пытаются чуть ли не историю с Новоходоносором на дьявол наложить. Да, потому что, конечно, это все можно прообразом считать, да любого возгордившегося человека можно, скажем, назвать дьяволом, не спадшим с неба, который вознесся, да, выше богов сел, выше бога назвал себя богом. Да, ну, мы видим, насколько, если не вырывая и никаких там параллелей не накладывать, о ком конкретно идет речь. И разбирая пророка Исаия, мы с вами видим, что речь идет о падении, о падении кого? Вавилона, древней, так называемой имперской, в древних цивилизациях, древней цивилизации хотите, да, то есть я надеюсь, вам это очевидно, вам это очевидно, ни о каком-то обденице, нет, это о Вавилонском плене, об Израиле, как он был пленен, как потом будет освобожден, и после этого Вавилон будет разрушен. Вся Вавилонская империя падет, Вавилон, столица, будет точно так же разрушен, как они разрушили Иерусалим, точно так же на нем там, от всех этих капищ не останется камня на камне, как они не оставили от храма Соломона. Все, каждый пожинает те плоды, которые сеют. Ну, и в книге Откровения, действительно, мы с вами видим, что, сегодня два раза к ней обращались, что действительно будет еще падение именно Деницы, неправильно его называть, ни в коем случае себе такого не позволите. И он называется как? Как хотите называйте Дьявола, Драконом, Древним Змеем можно называть, Дьяволом или Сатаной, какие имена у него есть в Библии. Его падение с ангелами еще будет с неба, с того тонкого мира на землю. Уж явно во плоти или просто подразвивается стопроцентный доступ к человеку, уже Бог позволяет, уже без, так скажем, без узды какой-либо, как по Иову мы знаем, просто будет полный доступ к человеку у Дьявола. Вот, особенно грешникам, естественно. Тут уж время покажет. Я на тему, там, смотрите мои ролики, буду все это показывать. У меня еще нету таких видео по этой теме, я еще не до конца говорил, да? Вот, то есть мы с вами видим, что это будет. Но уж о падении Вавилона самого, еще раз мы видим с вами, как зеркально все это в 17-18 главе, суд над блудницей, зеркально читаемый текст в пророчестве о Вавилоне у Исаии. Тут надо ли что-то говорить? Что даже ту же самую 13 главу вы никак не сможете подтянуть. А вот 17-18 суд над блудницей прям описывает очень зеркально нам 13-14 главу пророка Исаии. И других, о падении Вавилона есть и в других местах. Но у нас сегодня ролик, мы просто ушли так далеко. Ролик, конечно, был не о том, чтобы показать, что там блудница, это Вавилон, это Южный Царь. Это уж я вам так взахлеб и заодно, так скажем, да? Но зато, я надеюсь, вы увидели, увидели вот это, что ни в коем случае нельзя параллелить то, что параллельностями не является вообще. Единственные два места в концовке, мы с вами к чему пришли? Что из тех так называемых трех мест, которые как бы нам описывают падение дьявола, есть только два. где сказал Иисус, Лука, 10 глава, 14 стих, уже могу тоже путать, но вы поняли, который мы сегодня рассматриваем. И 13 главу книги Откровения, там реально описано падение. И мы их разделяем тупо, очень грубо на две вещи. Первое, это Иисус вспоминает падение его духовное, а в 13 главе описано его падение телесное. Все. А Исаи, пророка, 14 глава, 12 стих, вообще никакого отношения к сегодняшнему вопросу не имеет. И рассматриваем мы только потому, чтобы опровергнуть это заблуждение. Людей, которые просто вырывают стих, не знаем откуда, не знаем где, я что-то услышал, проповедника послушал, сам криво почитал, ничего не понимая, и вот тут всем это разношу. Я надеюсь, что вам понравился этот разбор, особенно как я делаю по текстам на своем сайте. Я всех вас к ним, естественно, направляю и рекомендую. Если у вас какие-то места непонятные, обращайтесь к текстам на моем сайте. В мобильном меню всегда вы можете на, как он называется, вот этот бутербродик, или как его там называют по-разному, квадратик, жмете с палочками, у вас всплывает. Здесь есть все книги и Ветхого Завета, и Нового Завета. Ну, а на компьютере, если вы, как я, чаще пользуетесь, то тут есть такое десктопное меню, и тут тоже есть Библия, и все книги, или прямо на нее кликайте, и всплывающее есть меню со всеми проповедями. Есть и страничка, вот тут все эти книги, все можете выбирать, все смотреть. И, как видите, будут просто вы вот по этим каким-то картиночкам, как вы видите, очень легко видеть, где начало, где конец. У меня есть какие-то подписки, они вам помогут, они есть пересыльные образы и так далее. И вы увидите. Ну, как вот у Исаии легко понятно, что невозможно читать 14 главу без прочтения, там 14 главу, 12 стих его читать, без понимания, откуда начало. А начало в 13 главе, это все пророчество о Вавилоне того времени, после пророка, после того, как он сдулся, короче, от Вавилон. Поэтому, видите, как вы всегда наткнетесь, перекликните и увидите у меня даже картинка, в любом случае говорящая, пророчество Вавилонии. И увидите, что никуда мы пока не уходим с него. Мы все читаем, 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 читаем. И потом, что начинается? В год смерти, кстати, глава даже еще не закончилась. Глава 15 чуть позже начнется. Но в год смерти Ахаза было такое пророческое слово, уже о земле филистинской. Как видите, хотя бы вот эти картинки, вот эти вот у меня такая серая, всегда разделительная полоса. Всегда увидите, где начало, а где конец того, что вы хотя бы контекст. Я это делаю специально для разделения таким видимым образом, очень ярким, очень понятно этих разделений. Что там можно в черно-белых текстах наковыряться? И не пугайтесь, что это на моих сайтах. Я перенес, в принципе, целиком синодальный перевод. Просто я могу там какое-то слово уже закоснелое переменить. Ну, я всегда привожу, к примеру, это могильные пещеры, там в огробах. Помните, как в Евангелии? Жили в огробах, там бесноватые. Как можно жить в огробе? У человека современного возникает только один образ. Пенальчика такого деревянного, в которого сейчас человека закладывают, труп его, и закапывают на два метра под землей. У людей просто, что за гроба? Как это может жить бесноватые в огробах? У нас одно понятие, сразу ассоциация у людей современности. Это были могильные пещеры, это были углубления в скалы, в каких-то возвышенностях. Куда, вложили туда, в полный рост заходишь. Это склепы так называемые. Сейчас хотя бы в склепах, хотя бы еще современный человек может, хотя уже тоже у нас такого, так называемых склепов уже не существует. Но на редких кладбищах, там, к какому-то человеку, и то это называются уже какие-нибудь, как они там называются, когда каким-нибудь святым там, или знаменитым людям делают часовеньку. Как это, я не знаю, как это называют, склеп или нет. Сейчас какое-то там есть современное название, где вот, там, чтобы место почитания было, или что-то такое. Вот, так еще делают, да. А в Аграбах что-то такое? Я могу, конечно, поменять. Но вот, заметьте, такое слово, как Деница, там, из этого контекста я уже не уберу. Я не пытаюсь все на дальний период сразу тут все переводы вместить, да. Вот, но надо разбираться над самому, конечно, во все подобные вещи въезжать. Такое вот видео, двухчасовое, но зато, надеюсь, тема раскрыта полностью, и вам все понятно. Так что, чтобы вы это понимали. Кому понравилось, слепите лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, уведомления, чтобы получать известие о новых, входящих видео. И обязательно, кому понравилось мое видео, поделитесь им на своих ресурсах, в личных сообщениях. Важная тема, многие соблазняются. Какие только я не слышал проповеди и чепуху из этого выводящую. Или споры тоже об этом. Это споры людей несмысленных. Людей, которые не видят Библию целиком, не видят контексты, понавырывают все оттуда, слепят какую-то абрукадабру, и вот эту кашу кому-то в голову пытаются вдавить. Как видите, все очень просто, понятно. Хотя бы надо просто вчитываться самому, просто беря достаточно большие, маленькие как минимум, а лучше большие контексты. Лучше захватить всегда, как я всем говорю, не погрешить, если от любого стиха, который вас интересует, просто главу вверх, главу вниз возьмете. Вот просто. И сами там, не знаю, где вы читаете, на бумаге, в интернете, да, еще как-то. И сами где-то там поставите себе какие-нибудь такие квадратные скобки, хоть там в книжке, если где начало, где конец, хотя бы вот этого вообще места, где... Это не важно, когда ты изучаешь какой-то библейский стих, ты можешь по-разному на него смотреть, больше брать или меньше, потому что тебе важно, какое вообще событие было до этого, может быть, другое. Ну, как минимум, мы говорим, вот сегодня вам по Евангелию показал, что это Иисус все-таки избрал 70 учеников хотя бы отсюда, хотя бы отсюда, что это было избрание, наставлением дано. Они пошли вот это вот, творить эти добрые дела, вернулись, вот ему доложили, при этом были очень радостны и там так по смыслу понятно, не просто радостны, они все время там насылись, кто кому должен ноги, сапоги целовать и ноги мыть. Мы же с вами помним, что они опять там кичились этим, да, гордились там уже, на небеса возносились. И Иисус им прямо говорит, да, как легко свалиться оттуда, куда заберешься. Вот и все, очень все понятно. Никаких толкователей не надо там читать, если просто самому. Ну, конечно, надо, я сам все время читал, и кто-то меня слушает, но надо учиться самому, надо понимать принцип. Вы знаете, как в школе умные учителя всегда учили не вот конкретно зубрежки 2 плюс 2, что будет, а как понимать всякие вещи основные, а потом ты сам сможешь учиться. Я вас всегда пытаюсь своими роликами научить делать тому же самому, чтобы вы все уже сами понимали. Меня же этим же принципом перепроверяли, может в других местах я где заблуждаюсь, но если вы будете способны мне это показать и доказать, что вот тут смотри, ты сам вырвал, а тут же вон понятно, о чем речь-то, а ты тут куда-то заблудился. Вот и все, потому что контекст очень важен. Потому что очень часто мы выражаемся символьным, образным языком. И вырви отсюда, и все. И все, и твори, что хочешь. Слово небо можно какой только смысл не вложить. И только в контексте мы когда вкладываем там духовное небо, мир ангелов, когда вкладываем. Вообще, уж в Библии сколько раз говорится и о нашем земном небе, это понятно. Иногда это говорится в контексте чистоты, святости, и так далее. От контекста зависит и смысл этого конкретного слова. Вот и все. Очень важно. Все, на этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok